В эфире программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Повздорил с соседом. Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля на улице Бирюзова. Где растут железные подснежники? В городе много брошенных автомобилей. И в России сегодня отмечают День архива. В Рязани задержали злоумышленника подозреваемого в поджоге автомобилей. Напомним, на платной стоянке на улице Бирюзова сгорели шесть авто. Посреди ночи неизвестный облил машину бензином и поджег ее. Огнем был полностью уничтожен автомобиль марки «Хонда», принадлежащий 45-летнему рязанцу и повреждены еще пять иномарок. Инциденты подобного масштаба случаются в Рязани нечасто, поэтому новость вызвала бурное обсуждение среди горожан. В чем причина? Месть конкурентов или же простое хулиганство? Теории выдвигались разные. На записи камер видеонаблюдения, которые засняли момент возгорания, полицейские увидели, как к машинам подошел мужчина. Он чем-то облил один из автомобилей и вспыхнуло пламя. Также на поджог указывали характерные особенности распространения огня. Но, как впрочем, часто и бывает, во всем стал виноват алкоголь и обыкновенная ссора с соседом. Ранее судимый 40-летний рязанец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с соседом. Решив отомстить, он купил на заправке неподалеку бутылку с топливом, облил авто соседа и поджег его. Да не мой, просто был бы, ну, выпил немножко еще. Полицейские разыскали злоумышленника и задержали его при силовой поддержке бойцов СОБРа. За последние годы в городе количество машин заметно увеличилось, но таких организованных платных стоянок, где пострадали эти авто, городу не хватает. Как следствие, при росте числа автомобилей, парковочных мест для них становится недостаточно. И рязанцы часто сталкиваются с ситуацией, когда их двор превращается в автостоянку. Валерий Седов побывал в одном из таких дворов, а также выяснил, что делать, когда площадка прогулок превращается в стоянку. Как говорилось в фильме «Берегись автомобиля», тот, у кого нет машины, мечтает ее купить. Тот, у кого машина есть, не знает, куда ее поставить. Но ее явно не стоит оставлять на детской площадке. Не во всех дворах существуют парковочные места для автомобилей. Например, при строительстве современных домов компания-застройщик сразу же выделяет места для стоянки. Но раньше строители явно не предполагали, что такое большое число автомобилей заполонит дворовую площадь. Количество машин в городе растет с каждой неделей, а парковочных мест во дворах так и не прибавляется. Поэтому сейчас детворе при игре в футбол стоит быть аккуратнее, чтобы не повредить неправильно припаркованную машину. Но помимо жалоб жильцов, которых такая ситуация не устраивает, на злостного автолюбителя также обрушивается немалое количество штрафов. Сейчас как раз снег подтаял. Уже видно, что многие автолюбители паркуются действительно на детских площадках. Буквально вчера было заседание административной комиссии при администрации города Рязани, где вот такой правонарушитель был привлечен к административной ответственности за парковку на детской площадке. То есть минимальная сумма штрафа составляет 500 рублей, максимально 5000 рублей. У нас есть, к сожалению, в городе рецидивисты, которые паркуются несколько раз в неположенных местах. И в таком случае вот этот штраф максимальный, он будет повторяться ровно столько раз, сколько раз человек нарушает. Поэтому каждый автолюбитель при выборе парковочного места должен помнить не только о системе штрафов, но и про удобство для жителей своего дома. Весна покажет, где растут железные подснежники. Проблема брошенных машин во дворах и на трассах существует не первый год. Занесенные снегом так называемые автоподснежники мешают как другим автомобилям, так и обычным пешеходам. Ежегодно с началом весны на улицах Рязани городские службы находят сотни брошенных автомобилей. Подробности в репортаже Валерия Седова. На улицах города весной вырастают не только цветы. С первой песни перелетных птиц в наших дворах из-под снега прорастают металлические бесхозные цветки. Зачастую немногим известно, кто хозяин этих автомобилей и как надолго им предстоит пребывать в одиночестве. Такие машины занимают парковочные места, могут мешать другим выехать из двора и причиняют множество разных неудобств. Вот только как поступать с такими автомобилями знает далеко не каждый. Автомобиль стоит на асфальтовом покрытии, соответственно попадает в зону действия ГИБДД. Если автомобиль стоит на территории в общедалевой собственности жильцов, то ответственность за него несут непосредственно сами жители. Также, если он располагается на территории государственного кадастрового учета, то администрация города также не несет ответственность за эту машину. Транспортное средство стояло на муниципальной земле, на зеленой зоне, газоне, земельном участке, придомовой территории или детской площадке. В таком случае к данному владельцу применяется у нас, то есть уже действуют правила благоустройства и владелец несет ответственность в виде штрафа от 500 до 5000 рублей. Но звание брошенного автомобиля надо еще заслужить. Не все бесхозные машины попадают под данную категорию и стоит отличать их от оставленных на длительную стоянку. Как я уже говорил, брошенные транспортные средства по сути не должны выглядеть как транспортные средства. Оно должно выглядеть как кузов, то есть оно должно быть разукомплектовано. При нахождении бесхозного автомобиля администрация города ищет его хозяина. Поиск проходит в течение двух недель путем звонков и расклеивания объявлений. Если же водитель не является, то машины эвакуируют на спецстоянку. Даже в таких ситуациях владелец может объявиться и забрать свой автомобиль. Если, соответственно, данное транспортное средство долгое время, или точнее разукомплектованный кузов, он долгое время не находит своего владельца, тогда также есть порядок по утилизации данных кузов. Автомобиль при долгой стоянке изнашивается точно так же, как и при эксплуатации. Даже существует вероятность сохранить многие детали в более лучшем состоянии при его использовании. А при его долгой стоянке многое может пострадать. Во время длительных стоянок у автомобиля начинают протекать процессы ржавения, там, грубо говоря, покрытие ржавчиной кузова снизу. Все жидкости в автомобиле, достаточно много жидкостей в автомобиле, точнее, гигроскопичны. То есть накапливают влагу в себе. Такие, как тормозные жидкости, например. Да и просто в масле образуются конденсаты. Масло оттекает от движущихся поверхностей и все сливается в поддоны. Аккумуляторная батарея не должна разряжаться в ноль. Поэтому, если вы хотите оставить свой автомобиль на долгую стоянку, то лучше забрать аккумулятор с собой. Машину лучше оставить в хорошо проветриваемом помещении. По весне автомобиль не следует сразу же заводить и двигаться в путь. Стоит проверить уровень всех жидкостей заряда аккумуляторной батареи. Рекомендуется подольше постоять, прогревая мотор. А что? А других советов в принципе и нет. То есть зарядили аккумуляторную батарею, проверили масло, уровень и тогда уже бегом в сервис. В сервисе уже пускай вам меняют масла, соответственно, поменяют фильтры, которые уже за это время зачастую забиваются грязью или отмокают. Но все же не стоит оставлять свой автомобиль на длительное время стоять без своего хозяина. Ведь то, что ваш автомобиль начнет скучать, станет для вас самой наименьшей проблемой. Мои коллеги часто рассказывают об авариях, которые случаются в городе и области. Делаем мы это не просто так. На дорогах гибнут и страдают люди. И с каждым годом статистика это растет. Самая частая причина всех ДТП – это несоблюдение дорожных правил. Но особенно тяжело говорить о тех случаях, когда гибнут дети. Галина Ершова еще раз напомнит в своем сюжете о важности детских удерживающих устройств. Детское кресло – вещь, знакомая всем мамам и папам. Уже более трех лет в России действует закон, по которому перевозить детей до 12 лет можно только при помощи специальных удерживающих устройств. Их выбор зависит от возраста, роста и веса ребенка. Если он совсем маленький, то применяется автолюлька. Дети дошкольного возраста обычно перевозятся в автокресле, а в более старшем возрасте используют бустер или адаптер. Взрослым также следует обратить внимание на правильное нахождение ремней безопасности на теле несовершеннолетнего. Правильно это через плечо, грудь и бедро. Ни в коем случае, чтобы ремень безопасности не проходил через шею. Обычно детей перевозят на заднем сидении. Однако закон не запрещает устанавливать удерживающие устройства и на переднее. Правда, в этом случае риск увеличивается. На переднем пассажирском сидении допускается применение автокресла, но в данном случае обязательно нужно отключить подушку безопасности, потому что в случае факта дорожно-транспортного происшествия ребенок получит травмы. Ни в коем случае нельзя перевозить ребенка на коленях или непристегнутым. В этом случае даже легкое торможение может обернуться синяком. Несмотря на это, родители нередко пренебрегают безопасностью. С начала года на территории Рязанской области было зарегистрировано 23 ДТП. Три ребенка погибли, еще 22 получили травмы. Примечательно, что в 17 случаях дети были пассажирами. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды, в ходе которых напоминают рязанцам, что ценой за халатное отношение может стать жизнь ребенка. Административный штраф за данное нарушение предусматривает сумму в размере 3000 рублей. В ходе рейда было выявлено 19 нарушений. Примечательно, что сумма штрафа равна стоимости самого простого детского кресла. И лучше потратить деньги сразу и быть уверенным в безопасности ребенка, чем после того, как с вами случилась беда. Сегодня Россия отмечает День архива. Почти три века назад Петр I создал архивную службу. А значит, уже тогда было полное понимание того, насколько важным элементом жизни государства и общества является задача по сбору и хранению документов. Сегодня в Рязанском государственном архиве побывала Марина Комиссарова. По постановлению Педагогического совета Рязанской мужской гимназии Зелятрова ученик 2-го класса Мордовченко Николай за отличное поведение и хорошие успехи при переходе из 1-го во 2-й класс удостоен награды. Вот такую грамоту получил Мордовченко Николай в 1915 году. Здесь, в этих бесконечных коридорах, застыла история. Журналы, рукописи, свидетельства и документы вековой, двухвековой давности в архивах хранилища до революционного периода. Оно занимает третий этаж. Такие же хранилища находятся на каждом этаже с 1-го по 6-й. Стоит, конечно, несколько режимов хранения документов. Это и световой режим, и поддержание санитарно-гимнического режима. Также противопожарный, соответственно, очень важный. Ну и сохранность от посторонних лиц. Поэтому то, что вы здесь находитесь, это прям буквально не каждый может попасть у нас в архив хранилища. Вход в помещение строго запрещен. Даже сами сотрудники ведут работы в специальных кабинетах. А работы у них предостаточно. Чтобы поддерживать тот же температурно-влажностный режим, у нас существует система кондиционирования. Поддерживается определенная температура от 17 до 19 градусов. Также влажностный режим – это 50-55%. Соответственно, чтобы документы были в надлежащем виде, с ними тоже проводятся различные работы. Это как обеспыливание, реставрация документов. Когда-то все материалы, что хранятся сейчас в Горо, располагались в разных местах. На переезда дочь нашей сотрудницы, начальника отдела публикации Галина Константиновна Гольцева, студентка художественного училища Юлия Гольцева, рисовала. Вот мы раньше были в Хресторождественском соборе. Вот это рабочая комната, которая находилась в алтаре, в алтарной части. Это, видите, каталог, рабочий стол. Так мы раньше работали. Тогда, в начале 2000-х, сотрудники сами, в буквальном смысле, слова на собственных спинах переносили слов в драгоценные клады из храмов в нынешний архив. Энтузиазм и, безусловная, бескорыстная любовь к делу, отличают работников архива. Иначе как можно сохранить огромный пласт информации истории нескольких веков? Вот так бы могла выглядеть наша мэрия. Русь называется. Проектов было много, и часть их сохранились. Русь, родной стиль, Москва в Рязани, 9 марта. Свои варианты желающие предлагали с середины 19 века до начала 20-го. А такое творчество дел рук гимназистов. Постановки спектаклей, красочные программки, тщательно составленные тексты. Аккуратность и трепетность чувствуются в этих весточках из года 1905-го. Каков привет, таков ответ. Программа спектакля тоже, 10-й год. Видите, ученицы как красиво рисовали. Не в телефоны играли. Самые ранние документы в этом архиво-хранилище датируются 16-м веком. Документы личного происхождения и официальные, например, протоколы. Слушались, как знаете, различные вопросы. Например, слушали рапорт Егоревского земского суда. Пристава Стан от 18 апреля представил приговоры на должность статского христианина деревни Калачева и так далее. Что решили по этому вопросу, какое было принято решение, кто присутствовал. Ну, как протоколы заседания по различным вопросам. Чаще всего сюда обращаются исследователи, историки, краеведы, желающие восстановить некоторые исторические факты. Но среди посетителей немало и тех, кто к науке не причастен. Интересующихся, ищущих свои корни или одержимых желанием построить дом, похожий, например, на те, что стояли в Рязани пару сотен лет назад. Какие сокровища хранятся в этом здании, сложно представить. Скрыт от простого глаза и неимоверный ежедневный труд работников, благодаря которым каждый попавший сюда документ хранится в нужных условиях и должном состоянии. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте город62.тв. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения дня. Субтитры создавал DimaTorzok